добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава на со и теперь будем говорить о Назируте о Назире Назир на себя взял обязанности он не пьет вино никакие напитки из винограда винограда не ест даже ничего что касается винограда не употребляет ни косточки ни кожицу ничего он не может прикасаться к мертвому телу он не может стричь свои волосы и рассмотрим ситуацию когда Назир вынужден был кого-то похоронить и кто-то по нему внезапно умер он принимая Назирут становится подобным первосвященнику который не может хоронить даже ближайших родственников и тора говорит что он теперь заново должен выполнять все дни Назирута все прежние дни пропадают и говорится у первосвященники второго храма Аравис Шимон Ацадик величайший человек говорит медра что в его время чудеса происходили такие же как в первом храме если привязывали к воротам храма в емкий пур красную ленту то когда отправляли козла для того чтобы он унес грехиев в пустыню там его сбрасывали со скалы в это время когда козел уже летел в пропасть лента белела и вот такие же чудеса происходили во время шимона праведного первосвященника он 40 лет был первосвященником во втором храме был еще рав еханан который после него был 80 лет первосвященником потом остальные первосвященники очень мало времени работали первосвященниками и они год даже не могли работать и умирали потому что не выполнялись требования которые которые есть у первосвященника и покупали эту должность в общем это уже было не очень хорошее время для нас но Шимон праведник все выполнял и когда прерывался у кого-то назерут он жертвы которые приносил на этот назир не ел почему он объяснял так что человек который повторно начинает назерут даже не по своей вине он не настолько искренне это делает поэтому он это не ел от этих жертв но было одно исключение он говорит что пришел один юноша и заново вынужден был продолжить назерут он на него посмотрел и увидел что у него очень красивые волосы он красив необычайно этот парень он он ему спросил а по какой ты причине выполняешь назерут тот ему объяснил что там прервал по такой-то такой-то причине он говорит а ты знаешь что у тебя такие красивые локоны красивые волосы если ты их сострижешь ты потеряешь свою красоту говорит ты знаешь насколько ты красив он говорит я себя никогда не видел но один раз я посмотрел в воду на речке посмотрел и увидел свою красоту и во мне заграло злое начало я не мог победить свое дурное начало поэтому я решил взять на себя обед назира чтобы выстоять в желании постичь запрещенное удовольствие и поэтому я состриг волосы и в общем иду на это и тогда Рабеш Моназир понял насколько крепкая вера в этого человека что он действительно заслуживает и он не потеряет свою веру невзирая ни на что и поэтому он сказал что поэтому я ел от жертв этого человека это был единственный случай вот что он согласился с тем что человек действительно очень достойный в этом плане что он выстоит вот так вот все а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид Берта Бат Исраэль Клара Бат Сергей в памяти Павел Бен Ефим Яков Бен Нахум Главир Бен Григорий за здоровье Светлана Бат Клара Шолом Йона Бен Сара Шимон Бен Исхак Инна Бат Мира Борис Бен Мария Мойша Бен Маня Анна Бат Ривка Игорь Бен Кира Полина Перв Бат Суня Сура Лена Бат Клара Давид Бен Стелла Женя Бат Ида Рахель Бат Лилия Анна Бат Елена Стейла Бат Тейла Ефим Бен Эстер Инна Бат Дора Двора Бат Мириам Станислав Бен Рахель Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Мейль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фера Бат Анна Геннадий Бен Елена Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейк Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леон Бен Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Сепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Эфим Бен Сони Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гай Бат Сарид Маслом Броссас Гула Ирина Батури Арон Ари Бен Нури Закороший Дух Арон Ари Бен Двойра Низ Бен Хум Авигаль Бат Сара Ханна Птаврагам Рафаэль Ариэлэ Бен Лариса Галия Бат Гидалья Парнаса Эбрюд Ларир Бен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Мальченко Всем браха Парнаса Каванам Мазал то Что мы это время не грешили Учили Тору Всем желаю крепчайшего здоровья И пусть срочно закончится Страшная война Пишите имена За кого надо молиться И читать Тору Будем засчитывать в нашем списке И до следующих встреч Надеюсь настоится завтра в 15 часов Шалом